Подведение итогов прошлого учебного года и определение векторов развития образования. В Люберцах прошла августовская конференция педагогической общественности. В этом году встреча состоялась в 28-й школе. На ней работали мои коллеги. Ежегодная августовская конференция педагогов открылась гимном России. Точно так же во всех школах страны с 1 сентября будет начинаться каждая новая неделя. Теме нравственно-патриотического воспитания детей в этом году уделено особое внимание. Все мы понимаем, что 1 сентября, который будет, оно уникальное. Таких дней не было в нашей истории, пожалуй, достаточно давно. Только Великая Отечественная война может сравниться с тем, что мы сейчас с вами переживаем. Именно от вас будет зависеть очень важное воспитание. Мы думаем, встречая этот день, что мы, педагоги нашей великой страны, можем сделать в этот трудный, непростой период, когда наша страна остаивает и свой суверенитет, и свою безопасность, и свою честь, достоинство. Я думаю, что первое и главное – это мы, педагоги, должны хорошо работать. В начале конференции наградили педагогов, у которых это получается, руководителей лидерских школ, а также отличившиеся в прошлом учебном году. Учителя и воспитатели получили благодарственные письма, почетные грамоты и знаки отличия. Стать педагогом, стать учителем – это призвание, это не просто профессия, куда пришел со вчерашней новой профессии, обучился в течение короткого периода и стал учителем. Это абсолютно не так. Это призвание, это труд кропотливый. И этот труд дает свои результаты. По итогам прошлого учебного года, пять общеобразовательных учреждений городского округа Люберцы попали в список лучших школ Подмосковья. 16-я гимназия заняла шестое место среди 500 объектов образования Московской области, а лицей номер 12 вошел в топ-50 школ страны. По итогам 2021-2022 года в число 75 общеобразовательных организаций Московской области с высоким уровнем достижения работы педагогического коллектива по образованию и воспитанию получающих грант «Умные школы» вошли также гимназия «16 интерес», 44-я гимназия и гимназия «41». Выше указанные школы получат грант с 1 сентября текущего года на доплату в заработной плате педагога. Сегодня в сфере образования городского округа Люберцы работает около 6 тысяч сотрудников. Это педагоги, учителя, воспитатели и младший обслуживающий персонал. 1 сентября школы и детские сады откроют свои двери для 63 тысяч детей. Уиза Игязырян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.